МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театру и театральному искусству давно и неоднократно предрекали гибель. Однако сегодня театр жив и продолжает вовлекать в свои ряды не только взрослую, но и маленькую публику. Сегодня в этой студии мы поговорим с режиссером Могилёвского областного драматического театра Михаилом Лошицким о детских спектаклях. Современные дети, насколько я знаю, от нас с вами в детстве очень отличаются. Им привычен поток информации большой, клиповое восприятие. Этому, конечно же, поспособствовал и телевидение, и интернет. Как вам кажется, театр им это может дать? И должен ли он это давать? Или это всё-таки что-то другое? Когда человек видит, что то, что ему показывают, на самом деле наделено смыслом, любовью, энергетикой, любой ребёнок, если на сцене будут происходить искренние вещи, то ребёнок перестроится буквально за 10-15 минут и будет воспринимать любой театр. Если он наполнен смыслом, любовью и честностью работы, то это всегда завораживает любого зрителя, и ребёнка в том числе. А форма, в которой его заставят прислушаться каким-то мыслям, может быть, абсолютно любая. Сама форма не настолько важна. Будет это в какой-нибудь современной манере, на самом деле, в клиповой, быстрой, аниме, не имеет значения, или в классической старой сказке, или в чём-то таком вообще даже абстрактном. Если я говорю, там есть смысл, доброта, любовь, и это всё сделано на совесть, это всегда всё равно ребёнка заставит смотреть. В Могилёвском театре вы поставили две сказки новогодние, но это только в Могилёвском театре. Также вы ставите сказки на других площадках нашей и не нашей страны. Скажите, как вам кажется, ваш маленький зритель, который приходит на ваши спектакли, он какой? Он маленький. Прямо того, что он маленький. Он маленький. Вы же видите, как он смотрит спектакли, как он реагирует. Вы понимаете, что дети – самая сложная аудитория, на самом деле, потому что она не принимает, в ней нет ещё компромиссов, и она всегда самый такой злой и отчаянный критик. Если ребёнок видит, что происходит ерунда, он через 10 минут отвлекается, разговаривает, болтает, и его ничем уже не вернёшь. Не знаю, я никогда не ориентируюсь на конкретного ребёнка. Я им не подыгрываю. Я просто на момент процесса и становления спектакля, если я ставлю сказочку, я сам себя заставляю превратиться во время этого процесса в ребёнка и делаю то, что мне нравилось, если бы я был маленьким. Вот это главный принцип. Но специально к современным детям или прочим я им не подыгрываю. Я просто сам становлюсь ребёнком и делаю детские сказочки. Вот так вот, наверное, скажу. А как вы думаете, детей нужно в маленьком возрасте приводить в театр или подождать какого-то классного похода школьного? Ну, вопрос очевиден. Конечно, нужно. Просто, понимаете, театр, он должен как церковь существовать. Он вроде и не должен заманивать, ну, такими пошлыми какими-то вещами. Он вроде бы не должен и подыгрывать на потребу дня. Ставить, например, там такие дешёвенькие всякие драматургии. Но вроде бы он не должен это сделать, но с другой стороны, он не должен и терять связь с городом и с публикой. Поэтому задача сложная. Я к чему? Я не могу сказать, обязательно введите своего ребёнка в театр. Тут сложнее схема. Если у родителей есть любовь к театру, они обязательно поведут своего ребёнка в театр и правильно его туда введут, объяснят ему меру условности. Если родители равнодушны к театру и не понимают, что и приведут ребёнка, они не только сами разочаруются, они ещё и ребёнка разочаруют во всём этом. И этот путь будет навсегда. Мне кажется, идеальный путь, вот я только что придумал, идеальный путь, наверное, вхождения, чтобы ребёнка ввести в театр, это на месте родителей сначала самим походить в театр, немножко понять его принципы, ну, полюбить его, а потом уже со своей любовью ввести ребёнка. Вот тогда цепочка, на мой взгляд, будет самая правильная. Просто, к сожалению, в последнее время, мне кажется, вот эта история такая печальная, которая постоянно мусолится, там, на телевизии или в интернете, зачем читать книжки, если есть там интернет, и можно вбить какой-то, загуглить какое-то слово, и тебе всё расскажут. Зачем ходить в театр, если мы имеем сегодня и сейчас, там, с помощью нажатия одной кнопки, мы можем посмотреть все какие-то мировые достижения, искусство ли, театр ли, литература ли. И вот, ну, поэтому я хотела услышать ваше мнение вот на этот счёт. Мне кажется, любой источник информации, поглощаемый человеком, книга ли, просмотр картины, хождение по музеям, я не знаю, смотрение спектаклей, фильмов, это, прежде всего, поиск собственной активации творчества. Ну, то есть, ты, когда делаешь усилия над книгой или над фильмом, в тебе запускаются собственные, ну, какие-то творческие механизмы, которые ты потом реализуешь. То есть, любой источник информации есть питатель или возбудитель собственных творческих процессов. Если теперь молодёжь начинает получать больше информации не из книги, там, или из медленных фильмов, или из медленного прочтения, от чего-то ещё, я не думаю, что это значит, у них выключаются творческие процессы. Просто, наверное, у них запустились такие, другие совершенно вещи, но точно уверяю, что среди них будет тот же процент творческих людей, которые за собой поведут остальных. Просто сам замес, сами компоненты, ну, которые забрасываются в этот бульон, стали, ну, как для нас, из новой кухни. Мы пока к ним не привыкли. Но я точно уверен, что творческие, революционные люди будут появляться из любого бульона, из любого супа, и их будет столько же, сколько было и в нашем поколении. Просто у них что-то будет другое. Просто мы пока не видим очевидных их уже первых шагов. Просто надо подождать. Вот и всё. Поэтому я в этом вопросе оптимист. Меня это не пугает. А как вы, конкретно вы, режиссер Михаил Лошицкий, выбираете детский материал, вот именно для постановки спектакля для детей? То есть вы опираетесь на какие-то только свои впечатления, там, вот это понравилось бы мне, если бы я был маленький? Или как? Нет, я поступаю вообще очень, когда выбираю материал, я отталкиваюсь с интересов театра. Потому что это основной, один из тех постановок, которые приносят в бюджет театра деньги, это новогодние вот эти вот, я бы назвал, шоу-спектакли. И тут я прежде всего должен понимать и прислушиваться к администрации. Я говорю, как есть, но тут администраторам виднее, какое бы название или прочее. Ну, продалось. Поэтому, ну, а поставить, хорошую детскую сказку можно поставить по-хорошему любому детскому материалу. Ну, вот я просто чем уверен. Надо просто вот найти способы, чтобы дети начали фантазировать вместе с собой, чем-то их зацепить, повести за собой и все. А сам материал мне в данном случае, честно говоря, ну, вот для меня нету такой разницы. Есть пару детских материалов. Ну, я не знаю, там, которые удивительно написаны и хотелось бы осуществить когда-нибудь как личностно, как режиссеру. Например, «Поросенок к ног» в Рафаломеево Михаила. Удивительный материал. Ну, просто вот прям, у него есть такая пьеса «Поросенок к ног». Я не знаю, что из этого... Ну, все мальчишки дураки, Драгунская, великолепный материал для любого режиссера, очень увлекательный. Но сейчас отношение у меня такое, очень даже меркантильное к детским сказкам. Но внутри, это не значит, что внутри процесса я там оставляю себя равнодушным или халтурщиком. Нет, я честно включаюсь в процессы и очень искренне все делаю. Ну, видите, мне кажется, вот эти две ваши работы, о которых мы можем предметно говорить, потому что вот мы в Могилеве и в Могилевском театре, это такое яркое доказательство того, что можно найти вот этот компромисс, золотую середину, золотое сечение и получится хорошая, качественная работа. Там, которые будут и дети довольны, и взрослые довольны, и администрация театра довольны, потому что все вот эти пунктики удовлетворены. Я недавно смотрела интервью с Римасом Туменосом. И он... Я не могу сказать, что оно какое-то вот буквально свежее, ну, вот последних лет. И он говорит о том, что он предлагал руководству Щукинского училища, чтобы при выпуске студенты показывали не только спектакли драматические по Чехову, по Ипсону, по Достоевскому, но и сказки. И он говорит, что для режиссера это очень важно, и для зрителя это очень важно, и умение режиссера работать вот с этим материалом, это тоже очень важно, особенно режиссера, который вот только закончил учебное заведение. У вас есть какие-то принципиальные различия, когда вы беретесь за детский материал или за материал взрослый? И почему, как вам кажется, может быть, для режиссера это? Что это для режиссера, вот детская сказка? Ну, детская сказка, это, конечно, такая лаборатория, где ты можешь похулиганить, попробовать те вещи, которые ты не можешь попробовать в взрослом спектакле. Это такая какая-то мера, я говорю, с одной стороны, и увлекательного приключения творческого, а с другой и такое небольшое хулиганство, где ты можешь себя отпустить, ну, и поэкспериментировать. Поэтому это, конечно, я понимаю, почему ты говорил, потому что сказка – это это как бы предлог твоей фантазии раскрыться без всяких сдерживаний, похулиганить именно самим собой, над этим, ну, я… Ну, это хорошая такая, как бы сказать, лаборатория для режиссера, где он может похулиганить, поэкспериментировать. Спасибо большое, Миша, что пришли, спасибо за интересную беседу. А сегодня мы разговаривали с Михаилом Евгеньевичем Лошицким, режиссером Могилевского областного драматического театра, о детских спектаклях и не только о детских. Здравствуйте! Это «Время. Арт». Перед ним постепенно открывали свою душу неприступные вершины Памира, Кавказа и Тяньшани. Также в копилке его многочисленные пейзажи родной Беларуси. А еще многие работы мастера посвящены жизни улиц. Мой гость – фотохудожник, обладатель титула Международной ассоциации фотоискусства «Артист» ФИАП Анатолий Толкачев. Анатолий Федорович, говоря о вас, часто слышишь «фотохудожник». Скажите, это не просто фотограф? Есть отличие какое-то принципиальное? Есть официальное звание Международной Федерации Фотографов. Оно произносится как «Артист ФИАП», то есть «художник». Вы обладаете этим титулом? Я обладаю этим титулом, и не только я, а шесть могилевчан обладали такими титулами. Но это наверняка дорогого стоит, неспроста. Надо участвовать очень активно в международных выставках. Конкуренция огромная. По 50, 60, 80 стран участвует. И среди... Выдержать такую конкуренцию? Среди такого вот потока фотографий надо, чтобы твою фотографию заметили. Анатолий Федорович, оправдали, что фотограф в объектив порой видит больше, чем просто человеческий глаз? Наверное, так оно и есть. Но преувеличивать это тоже нельзя. Я считаю, что фотография – это элемент случайности больше, чем... Я не могу проснуться утром, сказать, вот я сейчас встану и пойду сделаю 5 шедевров. Отличный снимок. Да. Такое невозможно, в принципе. Но все-таки к этой случайности надо как-то готовиться? К случайности надо быть хорошо подготовленным. Вы говорили по поводу оборудования. Вот сегодня вы с собой принесли несколько фотоаппаратов, и вижу очень... весьма оригинальные, это, я вижу, достаточно старинный, да? Наверное, вот с такой гармошечкой. Что за он? Вот это немецкий фотоаппарат 20-30-х годов прошлого века. Значит, формат его 6 на 9 сантиметров. Это достаточно качественная техника. Ну, к примеру, сказать, таким фотоаппаратом можно было снять в годы революции построить полк и на лошадях. И все будут видны. 150-200 человек будет стоять вот так вот, все лица будут видны. В то же время современная техника цифровая пока не достигла таких показателей. Вот это да. Хотя у нее, у современной техники есть другие положительные моменты. Она раскрепощает фотограф, а там все налаживается, все настраивается. Но не расслабляет ли это фотограф в тот же момент? Ну, я думаю... Потому что каждый может, по сути, себя почувствовать профессионалом. Я думаю... Многие, кстати, уверены в этом, что они очень хорошо фотографируют. В этом плане я однажды случайно подслушал разговор в магазине, где продают фотоаппараты. Там продавец покупателю объяснял свою точку зрения. Он говорил, вот 20 лет назад в Могилеве было 10 хороших фотографов. За это время мы продали ну, 2000 фотоаппаратов. И что, 2000 фотографов у хороших появилось? Нет. Их как было 10, их и осталось 10. Поэтому какая бы техника ни была современная, важен все-таки человек. Можно подержать? Можно, конечно. Можно. Он тяжелый. Здорово. Прям достойный экспонат, музейный. Откуда он у вас, кстати? Ну, во время перестройки, вот этот, перемена уклада, люди доставали все, что у них где-то сохранилось и старались продать. Там уже новая эпоха наступила. Обогащайтесь, делайте деньги. Кстати, а он сейчас фотографирует? Он рабочий. Я им снимал. Я много путешествую, бываю в горах. и я его переделал под современное требование, наводка на резкость. При работе с этим аппаратом надо лезть под черную накидку, как это все было у фотографов, отчего их колдунами называли, потому что они под черной накидкой. Ну, действительно, они на тот момент делали свое черно-белое дело. не совсем понятно было тогда человеку, как это происходит. Вы сказали горы. Слово упомянули, наверное, для вас это очень значимое слово, да? Да, наверное, половину своей жизни я ежегодно проводил в горах примерно где-то около месяца. Ну, сначала, потому что вы были очень серьезно занимались горным туризмом, спортом, Советского Союза. Да, Советская Союза по горному туризму. Наша команда чемпион Советского Союза в классе путешествия пятой категории сложности. А моя нагрузка была к тому же еще и быть фотографом. Куда вы сегодня едете? В какие места? В места вот в прошлом году были на Кольском полуострове. Очень интересный у нас водный поход был, а летом были на Кавказе. И все, при этом везде фотоаппарат, везде съемки, тысячи, привозишь тысячи кадров, кадров, да, и главное потом не потерять, не забыть, рассортировать, разложить по полочкам. А много получается вы удаляете? То есть тысячи кадров вы оставляете сколько? Ценных оказывается? Я вообще ничего не удаляю, потому что когда-нибудь это будет востребовано, это понадобится. А просто я вытаскиваю и складываю в отдельную папочку там надпись «Лучше я». Наверняка вы не зря принесли эти фото, да, они для вас ценные. Да, вот это одна из моих наиболее знаменитых фотографий. Сделана она еще когда в эпоху аналоговой фотографии не было объективов, не было значит аппаратов таких сравнимых с теперешними, но оставалась жизнь и оставался фотограф. Вот здесь я снял Могилевскую знаменитость, она как бы даже талисманом была. Она ходила по городу, ее все знали. В зоопарке, бродячий зоопарк, ну, такие безопасные животные ходили между зрителями. И вот эта олениха, она взгляд куда? На сумку, естественно. Да. Вот эта фотография была востребована на очень многих выставках, была на огромной фотовыставке в Москве, большого размера, получала много призов, и буквально два года назад она получила серебряную медаль ФИАП. Это тоже примерно где-то 80-е, 90-е годы. на спортивных сборах дети переживают. Болельщики. Болельщики. Тоже она была на многих международных выставках. Вот за эту работу я получил килограммовую плитку шоколада. Ого. Да, такой приз. Вообще на международных любительских выставках не принято материальные какие-то премии. То есть поощрений материальных нет? поощрений нет. Каталог и максимум, что было, это отдельные салоны, выставки свои объявляют призы. Килограммовая плитка шоколада. Насколько я знаю, вас не только просили быть фотографом во время спортивных походов в горы, но и во время армии. Там тоже опыта вы поднабрались. началось с фотоаппарата смена. И я не знаю сколько, наверное, пленки 4, армию успел снять, проявить. и напечатать. Но когда начался поиск специалистов, я сказал, что я умею фотографировать. Мне тут же был вручен по тем временам современный аппарат. Для всех надо показать свою работу, в том числе и в армии. И я два года, мне даже было сказано, чтобы тебя без фотоаппарата не видели. Это меня очень устраивало. Я даже снимал, потом уже снимал, служил я в воздушно-десантных войсках. и снимал. Я так понимаю, небо вы тоже снимали. Да, несомненно. Я снимал самолеты, воздушно-десантные войска, они по картинке очень красивые сами по себе. Чувствуется масштаб. В воздухе, да, в воздухе. В общем, за два года я довольно серьезно повысил свой уровень. И уже придя домой, я был подготовленным фотографом. А как раз в это время создавался Могилевский фотокиноклуб «Радуга». И его создание началось с моего творческого отчета. Мне выдали рулон бумаги. Бумага была рулонная, такая, метровой ширины, ванночки, канистры с растворами. И я печатал для этого творческого отчета фотографии. Тогда так серьезно к этому относились. Я в последнее время увлекся съемкой стритфото и жанровой фотографией. Вот это тоже стритфото, это сделано в Мурманске, настоятель Печенского монастыря. Ну, здесь видно все. Как правило, это больше в поездках каких-то снимается. фотографии. одна из моих любимых фотографий называется «Жизнь удалась». Фотограф это прежде всего человек, который стремится узнать что-то новое и уже потом показать это другим. Как вам кажется, свой лучший снимок вы сделали или он еще впереди? Ну, я думаю, что все еще впереди. Спасибо вам огромное и, конечно же, творческих успехов. Спасибо. Будем стараться. Сегодня мы говорили об искусстве фотографии с известным фотохудожником Анатолием Федоровичем Толкачевым. Фондю любит тебя!